По улице Лепешкина в поселке Фрианово теперь легко можно проехать на автомобиле, не опасаясь, что называется, оставить колесо в яме. Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков во время недавнего рабочего визита в поселок поручил в течение семи дней устранить дефекты этой дороги, а также внутридворового проезда на Первомайской улице в районе 16 и 17 домов. Вопрос ямочного ремонта давно волновал местных жителей. В результате дорожные службы провели ремонтные работы на двух улицах, справились за несколько дней. Яма сейчас устранена, также произведен был покос близлежащих территорий ввиду запущенности и невыполнения данного мероприятия. Также еще хотел бы отметить, что на улице идет ремонт сейчас и перекладка инженерных сетей. Также в рамках восстановления покрытия сделали указание и взяли на контроль не то, чтобы крошкой отсыпали, как сделали это сейчас, а чтобы восстановили своевременно асфальтовое покрытие. Об асфальтовом покрытии у детского сада «Солнышко» также давно просят фряновцы. По их мнению, к учреждению невозможно ни подойти, нормально ни подъехать. Этот вопрос также обсуждали на выездном совещании и включили в работу. Тротуары уже у нас обсчитаны. Один из двух тротуаров появится в этом году. Ориентировочно в течение месяца мы уже планируем там работы провести и закончить. Также произвели дефектовку подъезда к детскому садику и по многочисленным просьбам жителей устройства парковки. У него же поручения, те, которые мы могли выполнить сиюминутно, они уже выполнены, реакция есть. Остальное частично сделаем в этом году и запланируем, как положено, на следующий год для устройства хорошей подъездной дороги к детскому саду. Однако не только тем, у кого имеется личный транспорт, но и тем, кто пользуется общественным, должно быть удобно, а главное – безопасно добираться и до учреждения, и до дома. На трассе же, проходящей рядом с Солнышком, отсутствует пешеходный переход от автобусной остановки и искусственные неровности. Вопрос также взят на контроль. Обратили внимание на региональную дорогу, на отсутствие ИДН рядом с остановкой общественного транспорта, а также неразмеченностью. Службы Мосавтодора взяли себе срок в три недели для того, чтобы исправить эту ситуацию.